Этих избирателей по дороге к комнате для голосования сопровождает конвой. Процедура выбора губернатора Самарской области проходит на территории колонии номер 15. Свой голос отдают женщины, находящиеся в следственном изоляторе. Конституция Российской Федерации определяет равные права граждан и право избирать. Соответственно, единый день голосования он совершенно всем предоставляет жителям Самарской области, и не только Самарской области, а право выразить свою волю по поводу дальнейшего развития региона. Перед началом голосования общественные наблюдатели проконтролировали соблюдение всех необходимых процедур. В присутствии было снято закрывающее устройство. Здесь два члена Министерской избирательной комиссии. Соответственно, для выхода все соответствует процедурам, которые предусмотрены. В следственном изоляторе при женской колонии номер 15 находятся 65 человек, обладающих правом голоса. Всего в четырех СИЗО и туберкулезной больнице находится 951 избиратель. Все они получили необходимую информацию о кандидатах и сроках проведения голосования. По словам руководства регионального управления Федеральной службы, исполнение наказаний, как правило, явка в местах лишения свободы составляет 100%. Работаем непосредственно со всеми последствиями. Всех кандидатов доводим. Все сроки, все избирательные комиссии с удовольствием к нам тоже едут, потому что довольно быстро и стопроцентная явка дальше. Представители участковых избирательных комиссий сами приезжают к подследственным в места лишения свободы. Как правило, процедура голосования занимает порядка трех часов. Если суд назначил человеку меру пресечения домашний арест без права выхода из дома, к нему также придут из участковой комиссии. Напомним, выборы губернатора Самарской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.